Смоленск АЭС стала обучающей площадкой для участников проекта «Эффективный муниципалитет». Специализированный семинар провел заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. Он рассказал сотрудникам администрации Десногорска и управляющих компаний о сути одного из элементов производственной системы Росатома – инфоцентра директора. Десногорск в первом регионе приступает к программе «Эффективный муниципалитет». Методологию пошагово пробируют в администрации при поддержке экспертов Смоленск АЭС, затем процесс охватит все бюджетные учреждения. Основная цель – сделать жизнь горожан более удобной и комфортной. Информационные центры – один из элементов этой системы. Они используются на всех уровнях управления Смоленск АЭС, помогают выстраивать коммуникации с подчиненными, проводить мониторинг выполнения производственной программы, выявлять отклонения от планов и намечать шаги для исправления ситуации. Это своего рода система быстрого реагирования. Такой стандарт позволяет сконцентрироваться на решении конкретных задач и в то же время ничего не упустить из внимания, видеть, к чему стремится предприятие для достижения общих задач, стоящих перед отраслью в целом. Участники семинара отметили, что создание инфоцентра в администрации Десногорска будет полезным. Сейчас они только изучают бережливые технологии, чтобы понять, как те работают и как принципы непрерывного совершенствования атомщиков перенести в среду местного самоуправления. У нас открывается проект бережливого муниципалитета, что помогает очень, поможет в нашей работе, очень структурировать ее и выявить проблемы, которые можно будет решить. По мнению генерального директора комбината коммунальных предприятий Вячеслава Сидункова, инфоцентры должны стать подручным средством визуального менеджмента каждого руководителя. Подобные инфоцентры, которые преобразуют все эти потоки и очень наглядные вещи, которые позволяют сразу акцентировать внимание на точках, которые требуют этого внимания. И, в принципе, где-то, возможно, не очень уделять внимание процессам, которые идут в нормальном режиме. Все это, на мой взгляд, является очень большим подспорьем в работе руководителя и повышает эффективность как временных затрат руководителя, так и, в принципе, вследствие этого всего предприятия. Иными словами, работать более эффективно и с наименьшими потерями можно не только на предприятии, но и в других сферах деятельности, если знать как. Специально для получения недостающих знаний и организованы обучающие модули на Смоленской АЭС, лидеры производственной системы Росатома.